Уважаемые товарищи, сердечно приветствую всех участников съезда НПСР, собравшихся в этом зале. И хотел бы вновь, после Павла Николаевича Грудинина, передать вам приветствие от Геннадия Андреевича Зиганова. Слухи о его болезни, так сказать, это очередная ложь, продолжение той же самой кампании клеветы, которая распространялась в отношении Грудинина, а теперь она к нам опять вернулась, так сказать, на лидера КПРФ. Мы ответим очень просто, не дождетесь. Теперь сразу же, чтобы не растягивать, беру быка за рога, о том, чьим кандидатом в президенты был Павел Николаевич Грудинин. Павел Николаевич Грудинин был, ответственно заявляемый этим, общим кандидатом КПРФ и национально-патриотических сил. В этом не было и не может быть никаких сомнений. Другое дело, что, может быть, где-то на местах, так сказать, символикой передергивали, где-то усугубляли, где-то недорабатывали и так далее. Но принципиальная позиция заключается в том, что это наш единый кандидат. По-другому не было и быть не может. Листовки сочинялись где-то в торопях, где-то символика была. Левый фронт тоже участвовал, между прочим, надо иметь в виду. То есть, Народный фронт это гораздо шире, я сейчас к этому вернусь. Но самое главное, в чем заключается наша принципиальная позиция, не нынешняя тактическая позиция, а принципиальная стратегическая позиция. КПРФ настроена на объединение всех патриотических сил страны. И по-другому и быть не может. Почему? По самой простой причине. Потому что мы не только коммунисты, мы и патриоты. Я не могу в себе разделить коммуниста и патриота. Я и коммунист, и патриот, что бы то ни говорил. И точно так же наша партия это ведущая патриотическая сила. И по-другому и быть не может. Еще раз говорю. Что касается совершенно конкретных вещей, программа Павла Николаевича Грудинина. Это чья была программа? Кто говорит? Вот КПРФ. Автором проекта программы был Юрий Юрьевич Болдырев. Юрий Болдырев, сидящий здесь, подтвердит, что Вячеслав Николаевич Стетекин участвовал на какой-то стадии в разработке этой программы. Это была наша коллективная общая программа. Это подтверждение того, что это действительно у нас был единый блок. И то, что Владимир Иванович Филин был заместителем руководителя штаба, не означало, что он был свадебным генералом. Вы посмотрели, как он, извиняюсь за выражение, выжимал душу из наших товарищей, которые отвечали за деньги. Можно потише в зале, а? Нет, нельзя, значит, мы будем просить вывезти из зала, если будете кричать. Потом можете задать вопросы. Не надо перебивать человека, который выступает. Теперь, товарищи, давайте посмотрим не назад, а вперед. Что такое Народно-Патриотический Союз и то движение, которое вы собираетесь создавать? В мировой практике это известно явление, которое называется Народный фронт. Народные фронты очень эффективно работали в Западной Европе в 30-40-х годах, когда коммунисты во главе Народных фронтов приходили к власти. Я имею личный опыт, так сказать, участия в создании и в работе Народных фронтов. У меня докторская диссертация, называется «Объединенный демократический фронт в борьбе против режима апартеида Южной Африки». Я специалист по этой теме, и я вижу, как у нас зарождается подлинный широкий Народно-демократический фронт. Но мы должны понять одну очень важную вещь о том, что это не есть объединение неких организаций, представителей которых здесь сидят. Это нечто гораздо более широкое. Возьмем экологический конгресс, который только что прошел здесь, вот в этих стенах. Экологи – это что такое? Это вот что-то со стороны? Или это патриотическая сила, которая заботится о сохранении нашей родной природы? Конечно же, это часть широких народно-патриотических сил. А дальнобойщики, которые страдают от того, что их угнетает со всех сторон, обманутые вкладчики, дольщики – это элементы вот этого широкого объединения народных сил, который выступает против нынешней власти. И все они должны стать частью широкого Народного патриотического фронта. А мы должны позаботиться о том, чтобы они были включены в этот фронт. Что нам нужно делать в самое ближайшее время? Вместе. КПРФ и НПСР. Во-первых, нам нужно по-новому посмотреть на состояние нашего общества и из чего оно состоит. Мы совершаем ошибку, когда смотрим на народ, как на народ – нечто единое. Он разнородный. То же учительство, которое оказалось реакционной силой, приходится признавать, кто фальсифицировал выборы. К великому сожалению, учительство участвовало в фальсификации выборов. А с другой стороны, дальнобойщики, люди, которые находятся где-то на стыке между рабочими и буржуазией, потому что они сами себе предприниматели, оказались мощнейшей силой, которая выступила на нашей стороне. Поэтому мы должны предметно, не торопясь, разобраться, какие социальные и политические силы у нас существуют в нашей стране. И вторая не менее важная задача – как мы к ним обращаемся? Газеты не работают, к великому сожалению, народ перестал читать. На телевидение нас не пустят. Листовки – хорошее дело, но здесь тоже есть свои проблемы. Нам надо осваивать современные методы выхода на широкую аудиторию. Интернет, социальные сети. Совершенно понятно, что это новое поле борьбы. И мы рады о том, что НПСР помогло нам, выделив в наше общее распоряжение талантливейшего программиста Кирилла Мямлина. Замечательный человек и великолепный совершенно специалист. Вот такие люди, так сказать, они должны быть впереди того, что дальше происходит. Заканчиваю, товарищ, скажу одну важную вещь. Нам всем крупно повезло о том, что кандидатом на пост президента Российской Федерации согласился быть Павел Николаевич Грудинин. Я вам скажу, что он проявил себя, я наблюдал, так сказать, за его деятельность в самом моменте выдвижения. И до настоящего момента он проявил себя не только как талантливый хозяйственник, но как исключительно талантливый политик. На наших глазах родилась новая политическая звезда. Я не буду сейчас рассказывать о достоинствах Павла Николаевича, все они на виду, он смущается уже, так сказать, потому что ему и грязи на него льют, так сказать, изрядно, так сказать, ну и комплиментов он слышит достаточно много. Самое главное, в чем заключается, никто не отменял роли личности в истории. И сегодня, когда нация ждет перемен, и мы все с вами это чувствуем, у нас есть желание нации, мы знаем это, к переменам, есть возникать на наших глазах лидеры, которые способны возглавить это движение. Как сказал полтора столетия назад, великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев, народ поднялся и собрался в дорогу, но чего-то ждали, ждали вождя, это он говорил об эпохе Петра Первого, ждали вождя, и вождь явился. У нас есть вожди, и это внушает чувство исторического оптимизма, народ ждет перемен, перемены состоятся, мы победим. Спасибо. 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 Спасибо.